Добрый вечер, уважаемые телезрители, 17.50 на студийных часах Медиа Информ. Здравствуйте, рад вас приветствовать. Давайте я сначала представлю своего гостя, а потом собственно то, о чем мы будем беседовать. Сергей Филичкин, сразу прошу прощения, мы с Сережей будем на «ты», знакомый просто очень давно. Сергей тот человек, у которого странная профессия, которая называется политический консультант. О чем собрались поговорить? Дело в том, что когда начинается уже избирательная кампания с такими людьми, как Сергей, не договоришься, не будут тебе ничего рассказывать. Почему? Потому что мы понимаем, что избирательная кампания это не только то, что видит избиратель. То есть какие-то рекламы, билборды, акции, беседы во дворах, даже выступления на телевидении, это еще громадная-громадная работа штаба. То есть в штабе сидят люди, которые решают, где лучше провести беседу, утверждают какие-то концепции, логины, пароли и все, что с этим связано. Так вот, Сережа тот человек, который сидит в штабе и вот наускивает, как депутату убедить своего избирателя. Примерно так описал? Ну, в общем, да. В общем, да. О чем хочется поговорить? На самом деле избирательная кампания, которая, ну, де-факто обычно идет около трех месяцев, начинает готовиться сильно загодя. Это как бы вот представьте себе вот такой марафонский бег, да, где вот марафонцы перед стартом выбирают нужную дорожку с нужной стороны, еще как-то, вот как-то перестраиваются. А спортивные комментаторы еще там знают, кто в какой форме, какие результаты показывают и как кто готовит к себя, собственно, к этому вот решающему этапу. В Одессе сейчас примерно такой этап. В сентябре ожидаются местные выборы, то есть мы будем избирать депутатов местного совета, городского, областного мэра, соответственно. Вот. Поэтому пока еще не началось, я думаю, что вам будет интересно послушать политтехнолога, политконсультанта. Консультант. Который, ладно, и технологиями тоже балуешься. Вот. Который об этом всем. Итак, Сережа, краткая оценка. В чем вопрос? Он такой... Нет, я же говорю, я просто телезрителям рассказал, о чем мы будем беседовать. Телефон 737-7310. Задавайте самые, ну такие вопросы, вот что там происходит изнутри. Сережа пообещал на них ответить. Пока твоя оценка, как эксперта. Насколько одесские политические силы сейчас готовятся к выборам и насколько нас ожидает серьезная и несерьезная борьба? Ну, они как обычно готовятся. То есть поскольку по большому счету ничего не изменилось, то есть последние выборы мы смотрели, они проходили примерно так же по всей предыдущей. Точно так же в штатном режиме работают там крупные партии или крупные там финансово-промышленные группы, которые своих депутатов заводят. Штабы, округа, распределение ответственности. То есть как бы там ничего не изменилось. Новые игроки, которые появились, ну как бы я там активности предвыборной еще не заметил, чтобы они проявляли. То есть были какие-то попытки местной самообороны своего кандидата провести на довыборах по округу горсовет, но как бы были они очень, скажем так, незаметные. Вот, незаметные. В чем ошибка? Ну вот может быть давай с оценок. Ну понятно, у нас есть мэр. Как обычно у мэра есть своя группа технологическая. Твоя оценка готовности именно технологической, профессиональной. Мэрская. Уважаемые телезрители, подчеркиваю, речь не идет о политических взглядах. Речь идет о технологиях, как эти политические взгляды доводятся к избирателю. Да, то есть я как хотел это уточнить, то есть выборы, что такое выборы? Это выборы, это борьба за ресурс регулярная. Раз в 4, раз в 5 лет у нас как бы власть в стране является ресурсом, который конвертируется в финансы. Поэтому как бы те, кто держит ресурс, промышленные группы, они как бы имеют и свои партии, и своих депутатов, и они этим занимаются регулярно. Там ничего как бы нового не происходит. Иногда появляются какие-то проекты, ну скажем так, новые, еще неопытные, и там как бы может быть что-то нестандартное. А так, в принципе, все одинаково. Относительно городских властей, то есть там сильная команда, то есть которая, ну в принципе, соответствует своему лозунгу. Доверяйте вам. Скажем так, как бы пиариться там особо не любят. То есть в принципе, я думаю, Одесситам это, ну как мне, мне, например, нравится, что я не должен читать миллион новостей каждый день, ну как бы анализируя ситуацию про то, как там учудил что-то мэр, там или кто-то в окружении мэра что-то очередное учудил, как это было с предыдущим мэром. Сейчас, ну на сегодняшний день, по моим оценкам, основным оппонентом мэра выступает Кивалов Сергей Васильевич. Да, то есть опять мы вернулись к тому посылу, что я даю, что есть как бы группы, команды игроков, которые борются за ресурс. То есть ресурс на местном уровне, это городской бюджет. То есть его как бы, для того, чтобы его осваивать, нужны свои депутаты, депутатское большинство, даже так скажем. Или там ситуативное большинство, которое будет поддерживать Олено решение. Значит у нас получается, какие расклады в городсовете? Действующего мэра группа, Сергея Васильевича Кивалова группа и незначительные группки, которые наши позиционеры и нынешняя власть. Ну там симпатики их нет. Готовность команды Кивалова к выборам. Вот если оценивать, на сегодняшний день, то есть по публичным заявлениям, ну вот этих две фигуры там на городском уровне наиболее заметны и напрашивается вопрос о их каком-то противостоянии, не говорим на каком фоне. Ну вот были вы до выборы, до выборы в Малиновском районе, до выборы в Киевском районе. На обоих победил, скажем так, человек мэра. Ну условно человек мэра. Ну условно человек мэра. Тут еще как бы ситуация какая. То есть исходя из того, что есть ресурсы из команды, есть какие-то правила. То есть мы еще не знаем, какие будут правила на выборах. То есть она будет по открытым спискам, 50 на 50. То есть мы можем пока только гадать, какое будет принято решение. В этом смысле исходить сейчас можно только из количества людей, которые сами по себе, представители той или иной группы, уже известны у себя на округе, ведут какую-то работу на округе и потом могут это в общую копилку партийную, если это партийная будет. Или на себя, если они мажоритарщики вложить. То есть у Сергея Васильевича с этим послабее, скажем так. Ну вообще-то практически всегда мэр и его команда на старте смотрятся посильнее. То есть мы обычно говорим о каких-то дополнительных ресурсах, скажем условно административных ресурсов. Ну предыдущий мэр, допустим, Костусев, он что сильнее смотрелся? Ну да, я бы сказал, он смотрелся сильнее за счет недвузначной поддержки киевских властей. То есть знаешь, когда за человека приезжает агитировать премьер-министр, трудно бороться. Игорь, у нас такая демократическая студия о поддержке киевских властей на местных выборах влияние оказывает. Ну оказывает, оказывает влияние. И приезд тогда в те времена Азарова перед выбором, который некорректно критиковал Гуровица, говорила об такой поддержке киевских властей или нет? Эта поддержка с одной стороны давала плюс, с другой стороны давала минус. Те, кто негативно относился, допустим, к Азарову и партию регионов, то есть то, что Азаров критиковал Гуровица, он его пиарил этим, ну в этом сегменте электорат. То есть ты что-то подобного не просматриваешь. У нас звонок, потом продолжим. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. У меня два вопроса. Первое, не кажется ли вам, что если бы Матковский дистантировался от Кевала, так его успех был бы, ну, больше? И второе, не кажется ли вам, что пока у нас Ахмер возглавляет, ну, вы им говорите так, штаб Турганова, то сопротивление бесполезно. Благодарю вас. Спасибо. Ну, ты, комментируй. Ну, по поводу Валерия Дмитриевича, то есть это, конечно, его решение, то есть объективно имел как бы больше рейтинг самостоятельно, то есть у него не было, ну, как-то не проецировалось на него негатив, который есть, допустим, у Сергея Васильевича свой, ну, как бы стандартный электорат, который его не приемлет, то есть после того, как Матковский вступил в партию, юморскую партию Кивалова, то есть на него как бы проецируется и это отношение. То есть в этом плане, как бы, мое мнение личное, что он потерял в своем личном рейтинге. Но с другой стороны, он был не системный игрок сам по себе. А я еще раз говорю, это командная игра. То есть ему так или иначе нужно было бы рано или поздно выбирать команду. То, что он это сделал как бы вот раньше, ну, это его как бы выбор, и в принципе, я не могу сказать, что это он правильно сделал или неправильно. То есть так или иначе, растащили бы все равно всех игроков по двум лагерям, как у нас обычно это делается. Вопрос в другом. Имел бы шансы Валерий Матковский победить в том случае, если бы он шел не под знаменами Кивалова, а под знаменами лично Валерия Матковского? На выборах мэрских? На до-выборах последних, насколько я понимаю. Вопрос телезрительный. То есть депутатом стать Горсейдом мог, конечно, мог. То есть если бы он самостоятельно шел, тогда бы он больше получил тех голосов, которые за него голосовали как за мэра, без привязки к той или иной политической силе. Когда мы перейдем, до того, как мы перейдем ко второму вопросу, у меня еще такой вопрос. Как ты оцениваешь технологическую работу команды Кивалова? На мой взгляд, ну, при минимум, в Малиновском районе была вообще опущена такая штука, как мобилизация электората. И в случае мобилизации электора... Опущена или упущена? Упущена. Ну, они вообще-то выпустили из работы вообще. Я как бы не изнутри, ну, я не знаю, что там... Нет, это ты наблюдал, конечно. Из того, что наблюдал, то есть я вообще не видел никакой работы штаба Кивалова. По этим двум кругам. Ну, предоставили эфиры Киваловские. Ну, это не работа. То есть, да, конечно, кандидаты там ходили, встречались с людьми, как могли, да, но как бы массовые агитации. То есть в чем проблема была? То есть до выбора... До выбора это не настолько как бы симулирует людей прийти и кого-то добрать, ну, доизбрать. То есть низкая явка там 6-8%, ну, вот, которые мы видели. Ну, это очень часто. Да. То есть берем стандартную среднюю явку там 40-50, да. То есть если бы кандидат любой провел какую-то активную работу, чтобы пришло 20% на участок, он бы победил. Ну, именно этой работы и не было видно. Не было, да. Часть вторая вопроса телезрителя. Речь идет о том, что, ну, давайте только остальных не будем вводить, как говорят сейчас модно говорить в Оману. Господин Нахмеров, он у нас руководит городской избирательной комиссией. И, по сути, вопрос телезрителя о том, что, учитывая, что господин Нахмеров на этом посту... Я думаю, я понял. То есть я думаю, это как бы эмоциональное восприятие людьми, которые не знают как бы всей механики, как происходят там выборы, там, все эти процедуры. То есть неважно, кто там, какая фамилия у человека, который занимает должность там в окружной комиссии территориальной. Если как бы есть контроль за соблюдением законности, кто бы там ни был, он будет делать то, что, ну, расписано по инструкциям. То есть нужно просто эти две вещи разделить. То есть у нас как бы все хотят, чтобы победили хорошие, а на каждых выборах работают те же инструменты плохие и технологии, которые работали все 20 лет. Ну, все-таки мы же понимаем, что если говорить о возможных, скажем так, нарушениях закона в пользу одного или другого кандидата, мы не берем... Эти нарушения закона не решаются на местном уровне. То есть если бы не было как бы сверху дан зеленый свет что-то нарушать с Киева, они бы здесь внизу ничего не нарушали, ну, на территориальном уровне. Но поскольку парламентские, президентские, местные выборы и так далее, три кампании мы здесь посмотрели за год, и говорит, не знаешь, там есть хоть одно дело против кого-то возбужденного? Нет, не знаю. Вот, и я не знаю. То есть, а выборы проходили, как я вот там наблюдал, допустим, парламентские, более жестко, с нарушением, чем какие-либо я до этого видел, особенно там в сельских районах, не городских. Ну, я, скажем, слышал, документов таких не видел, но, в принципе, с тобой согласен. А эти будут еще жестче? Эти будут еще жестче, но, опять-таки, мы все ждем избирательного закона. На твой взгляд, насколько избирательный закон влияет на рисунок предвыборной борьбы? Ну, с точки зрения полезности, то есть, насколько сильно будут народные избранники защищать тех, кто их избрал, я как бы сторонник все-таки мажоритарной системы, когда персональный человек знает, за кого он голосует и с кого спрашивает. Открытые партийные списки в нашем случае не ближе к мажоритарной системе, чем закрытые партийные списки. То есть, если будут открытые партийные, или случится чудо-мажоритарка чистая на местном уровне, то это будет лучше, чем закрытые партийные списки. Лучше для чего? Лучше для социума, для общества. То есть будет больше ответственности, больше контроля, хотя бы какого-то низового морального. На этом месте, на твоем месте сидел Толик Бойко, который не меньше занимается и не менее тебе знаком этим процессом. Он считает чистую мажоритарку злом. По его мнению, чистая мажоритарная система говорит о том, что человек, который имеет больше финансов, грубо говоря финансов, выигрывает у любого другого, кто имеет меньше финансового ресурса. Мы эту тему с Толиком тоже спорили, правда, это мне в эфире в фейсбуке. Мой антитезис следующий. А финансовая группа как субъект, чем отличается от человека мажоритарщика? То есть вот у него партия, у субъекта партия, много людей, которые вместе занимаются тем же самым, чем занимается один мажоритарщик. Точно так же, то есть нет никакой разницы, ну, по логике. Какая борьба, какая борьба, возможно, с вот этим вот ломовым финансовым ресурсом? Давай распишем, что дает финансовый ресурс. Уважаемые телезрители, это не так просто, поэтому вот я специально пригласил Сережу, тут я куда менее сведущий, чем он. И если я буду ошибаться, ты меня поправишь. То есть что такое финансы? Финансы, это, значит, начинаем с того, что это организация работы штабов. То есть, грубо говоря, это деньги на то, чтобы на конкретном округе, в конкретном месте была открыта конкретная приемная. Ну, вопрос от крупности не ясно какой, да? Где уже можно было бы работать с избирателем, да? То есть обращаться адресной, да и т.п. Кроме этого, это возможность посещать большее количество каналов, это возможность печататься, это возможность сделать большее количество и, возможно, более качественной рекламы, всякого раздаточного материала. То есть даже если мы не говорим о нарушениях, таких как там раздача той же гречки, да, или там шоколадки, то финансовый ресурс на сегодняшний день в Украине позволяет наиболее массированно воздействовать на избирателя. Вот на твой взгляд, чем на сегодняшнем этапе вообще, ну и на местных выборах в частности, можно противодействовать вот этому вот лому, который называется деньги, и деньги, которые могут прошибить многое? Ну, я сейчас немножко пошучу, хотя в этом доле, правда, я не считаю, что ему нужно противодействовать, потому что для нашего народа это праздник, когда начинаются, наконец-то, раздачи чего-то там и какие-то подкупы избирателей. Не, ну вот не надо так шутить. Никаким другим способом он с тех людей, которые правят, не получает ничего хорошего. Ну, правильно, потому что туда заходят те, которые заходят отбивать бабло. Игорь, это я пошутил. То есть тут вся проблема в той системе, как функционирует у нас государство. То есть вот это вот идет борьба за бюджеты. В Киеве, допустим, индустриальный бюджет, на местном уровне за местный бюджет. Кто контролирует совет, горсовет, допустим, или кто контролирует Верховную Раду, те распоряжаются этим бюджетом. Если будут механизмы контроля, чтобы законно распоряжались этим бюджетом в интересах всего общества, никто не будет тратить этих сумасшедших денег. Никто не будет вообще этим заниматься, политикой. Нет, ну политикой будут заниматься всегда. Я имею в виду из тех финансовых групп. То есть для них это просто бизнес, либо они на этом зарабатывают, либо они этим защищают свой бизнес. То есть они вынуждены, часть из них вынуждена этим заниматься, а часть на этом зарабатывает. И в связи с этим, после Майданов, постмайдановский период, в Одессе, не будем далеко заходить, появились несколько групп, которые, ну, скажем, претендуют на активное участие в общественной жизни. Это как минимум две самообороны, это штаб громадской безопасности, ну, мы назовем еще правый сектор, четыре там, которые так или иначе в той или иной мере в медиапространстве, там, в публичных акциях видны. На твой взгляд, стоит ли им бороться за места в городском совете и каковы у них шансы? И что надо сделать для того, чтобы эти шансы реализовать? Ну, насколько я понимаю, это общественная организация, все, кроме правого сектора. Да, по своей сути это общественная организация. Правый сектор, ну, вроде как политическая партия, ну, на мой взгляд, достаточно слабая. В принципе, я их всех расцениваю. Вот сегодня, за полгода, стартовые позиции у них всех примерно одинаковые, на мой взгляд. Ну, пока что вижу, как бы, основная цель, допустим, самообороны, да, там, и правого сектора, это помощь, там, бойцам, беженцам, там, гуманитаркам какая-то, да, там, добровольцам, еще чего-то, да. То есть они этим, как бы, занимаются, там, лавину своего времени основной, там, 80-90%. Иногда происходит, ну, промелькает новостяк, что кто-то там поехал, какой-то забор снес, где-то там, противодействовал чему-то противозаконному, да. Но это они дублируют в том направлении, функции государства, министерства обороны, в этом направлении они дублируют функции министерства внутренних дел. То есть, образно говоря, они выполняют за них их работу. Ну, да, примерно ты прав. Трудно не согласиться. Точно так же, допустим, как, допустим, на социалке пиарятся люди, которые, там, стройплощадки делают, там, какие-то, там, байки. Спортивные они, строительные. Они потом делают строительные, когда выборы вручают. Спортивные детские площадки и все прочее. То есть, в принципе, они как бы нашли нишу, где до них никто не занимался, скажем, ну, не пиаром этой работой. Ну, скажем, продвижение. Пиар в словах Сережи не так много. Давайте говорить следующее. Есть простая оценка? Я могу для начала понять, зачем им идти в горсовет. То есть, я с ними общаюсь некоторыми, представители там самообороны, там, еще что-то. Вот зачем им идти в горсовет? Ну, на мой взгляд, ну, во-первых, зачем мы с тобой не являемся членами этих организаций, пусть отвечают они, но я же журналист. Для того, чтобы мы, зрители, понимали, то есть, системно. Для того, чтобы принято было какое-то решение в чью-то пользу, должно быть большинство на сессии проголосовать, правильно? Ну, естественно. Допустим, если они все вместе соберутся в один единый блок, возьмут туда, допустим, там еще и Фронзмин, и Порошенковскую пакту, то есть, всех, которые как бы майдановцы, да, то они все равно не наберут 50% в горсовете Одесском. Первый прогноз? Да. А сколько наберут? Я думаю, процентов 30 это будет хорошо. Это будет хорошо. За счет чего? За счет чего наберут или за счет не наберут? За счет чего такой подавляющий перевес немайдановских сил? Ну, за счет того, что целый год их руководство киевское кормит страну обещаниями и ничего не делает, по сути. То есть, по сути, они набирают на себя антирейтинг центральной власти? Естественно. Это, ну, что касается партийного рейтинга, хотя он на них не полностью переходит, а не общественные организации. Второе. Они сейчас решают проблемы не, первоочередную, первоочередная проблема не основной массы населения, а только тех, которые, ну, как бы там, вот всей этой пропагандой про войну встревожены тем, что происходит на востоке страны. Сколько ты оцениваешь? Сколько это избирателей одесских? Ну, я же говорю, то есть максимум 30. То есть, образно говоря, когда, допустим, проходит акция подражания цен за пресс на маршрутке, да, там, какие-то местные профсоюзы делали еще, там, Андрей Ищенко, тоже наш знакомый. То есть, там вышло там 20 или 50 человек, и какая-то из самоборонов еще не давала проводить акцию в поддержку. Ну, там, давай не говорить, не давала, я там не был. Ну, в общем, были какие-то трения. Да, были какие-то трения, вместо того, чтобы поддержать. То есть, образно говоря, чем мы отличаемся от тех же европейцев? Там где-то что-то повысили или кого-то там прижали какую-то отрасль, там, учителей, например, врачи выходят вместе с ними митинговать, протестовать. То есть, там есть реальная солидарность по поводу своих социальных интересов. Здесь интересы либо политические, кого ты больше любишь, там, Бандеро или Путин, образно говоря, да. То есть, тот, кто любит Бандеро, он не придет с тем, кто любит Путина, вместе протестовать против того, чтобы поднялись тарифы. Ну, не могут они вместе по этому поводу объединиться. Но, тем не менее, они вместе ходят в одну булочку, булочную, на одни предприятия, ездят в одном общественном транспорте. Это им не мешает. Но вместе бороться за свои права, они как бы не получаются у них. И на этом на сегодняшний день проигрывают те силы, которые... Они же проигрывают, все проигрывают. Не, ну, проигрывает, в конце концов, избиратель. Тут мы все понимаем, проигрывает все общество. Ну, действительно, то есть, любое подорожание сказывается на каждом из нас, кто, опять-таки, не является олигархом. Тот, наверное, подорожание все-таки проезда в маршрутке почему-то не заметит. Речь о другом. Ну, мы понимаем, что на сегодняшний день такой раскол в обществе, что сшивание его за полгода, ну, просто невозможно. Нереально. Но дело в том, что, ну, ты говоришь, да, вот 30% одесситов, по твоим оценкам, следят за событиями на Востоке. Игорь, на самом деле, оно всегда так. То есть, там, когда там были выборы 2004 года Ющенко, следующие выборы, следующие, следующие выборы. То есть, вот эта цифра, которая, скажем, ну, я не сказал бы майдановцы, проевропейская цифра. То есть, ориентацию, у которых там на Европу, на остальной мир, хотим жить как там. То есть, этих людей у нас процентов 30, вот такое у меня ощущение. Стабильно. То есть, они как-то там тусуются по разным политическим проектам, ну, примерно так их. Но на местном же уровне, насколько это будет иметь значение? Насколько будет иметь значение? А люди не разделяют, в том-то и дело. Хорошо. Технологически это можно разделить? Нужно проводить работу, чтобы люди разделяли мох и котлет. То есть, где политические интересы, а где социальные интересы, чтобы они не смешивали. По большому счету, политические партии, у них раздел социальный, в их программах, в принципе, идентичен у большинства политических. То есть, повысить пенсии, зарплаты бюджетникам, да и все, пожалуй. Да, борьба с коррупцией, ну, как положено. То есть, набор обещалок у всех одинаковый. А прямых социальных программ ты не видишь? Не, не вижу. Не, ну, может, какие-то есть социальные программы, но так, чтобы у них заметно было в городе, я не видел. На этих полгода до выборов, на твой взгляд, тренд-сезон, что это будет? Опять какая-то политическая составляющая? Или будет легкий возврат к ремонтам? Мы сейчас обсуждаем с точки зрения, типа, вот есть Одесса, и она единственная на земном шаре места, где живут люди. Представим кандидата, которого вот Одесса не знает, вот незнакомая фамилия, и по каким-то причинам ты начинаешь с ним сотрудничать. С чего бы ты предложил бы начать? Не начинать сотрудничать. То есть, если человека не знает в Одессе, зачем ему тут что-то делать? Но за полгода можно же поднять узнаваемость? Узнаваемость можно, но опять же, то есть, у нас на самом деле игроков один и тот же круг. Редко появляются какие-то люди, которые начинают заниматься политикой. Все равно они так или иначе аффилированы к той или иной группе финансово-промышленной, и которая тоже, группа может сама переходить из одной плоскости политической в другую и так далее. То есть, новые люди редко появляются, тем более не из Одессы. Ну, посмотри, в тех же самообороны, ну, вот во всех этих майдановских силах люди в большинстве своем новые. Ну, мы вместе хотели, когда это все началось к дюку, да? То есть, там пока перездоровывались, половину людей мы знаем уже много лет, и они все время этим занимаются. Да, но и очень много новых появилось, активных. То есть, допустим, до этих событий Майдана я ни Марка Горденко, ни о Марке Горденко ничего не знал. На сегодняшний день это, ну, заметная фигура в городе. То же самое Руслан Форостяк. Мы тоже его не знали. Он не занимался политикой. А сейчас они занимаются общественной деятельностью? Ну, Руслан уже баллотировался, Руслан уже баллотировался на выборах Верховную Раду. Маркенко, да. От партии Воля. Ты плохо следишь за... Сколько набрала партия Воля? Это второй вопрос. Но, тем не менее, то есть, входят в политическую жизнь. То есть, и та же самооборона попыталась попробовать себя, попыталась обкататься на довыборах? Ну, самооборона, в принципе, имеет перспективу, если они на республиканском уровне стартанут. Политическая партия, там есть и старые наработки, и само слово еще с времен того Майдана и Луценка на слуху, и понятно, для чего они, и их задачи. Единственное, что они немножко опаздывают с 40 вопросами в этом плане. Какие люди, какие личности будут востребованы, и какие могут выстрелить? Ну, всегда востребованы яркие, безбашенные личности, которые могут выйти на сессии. Например, скучно смотреть сессии Горсовета Одесского. То есть, в парламенте кто-то морду кому-то набьет, еще что-то сделает. А в Одесском Горсовете никто даже заблокировать трибуну не может. Ну, возьми, слава богу, никогда не блокировали. Ну, кто вот у нас так ярко себя ввел, на твой взгляд? Приведи пример. Игорь, на самом деле, считаю, что вот эти вот яркие штуки, они только отвлекают внимание, они выпускают пар. Потому что они не системные. То есть, для того, чтобы были реальные изменения в стране, должна работать команда тихо, мирно, спокойно и системно. Одна яркая личность, нечетно. Если ты говоришь об этих всех общественных организациях, то не стоит ли им входить во власть для того, чтобы системно контролировать власть? Пока что идет процесс, как бы дать полномочия общественным организациям, через какие-то общественные слушания, общественные советы, как-то более плотно влиять на принятие решения власти. Что практически невозможно. Ты же понимаешь, что законодательная база столь запутанная, что на сегодняшний день воззвать к уставу города, как его назвали, конституцией города, по которому действительно любая общественная организация может... Нам же обещали административно-территориальную реформу, реформу местного самоуправления. Я вот сегодня даже читал новости, что работают над этим. Ну да, ну да, ну да. Но, по-моему, первая административно-территориальная реформа прошла через твои руки. Нет, она не прошла. С именем Романа Бессмертного. Тогда как бы реально работала вице-премьер, там целая команда, готовили все, просчитывали. Но как бы потом из-за того, что нынешний президент тогда еще, не бывший президентом, поссорился с бывшим премьер-министром, который сейчас руководитель одной из фракций в парламенте. То есть... Теперь эти же люди обещают то же самое. Сделать по новой. На сегодняшний день принципиально. То есть, ну ладно, мажоритарная система. Мы знаем, что это такое. По партийным, по закрытым партийным спискам знаем, что такое. Последний горсовет мы выбирали по системе 50 плюс 50. То есть 50 мажоритарщиков, 50. Сейчас активно обсуждается система, то есть, открытых списков, для того, чтобы человек голосовал не только за политическую силу, но и за лиц и людей в этих политических силах. На твой взгляд, может ли изменение, потому что по этой системе еще не голосовала страна и не голосовала Одесса, может ли изменение системы голосования принципиально изменить ход выборов? Нет, я не думаю, что может принципиально изменить ход выборов. То есть, там как бы немножко будут акценты смещены, но ход выборов, оно никак не изменит. Люди, если снизу смотреть, без всяких слов умных и так далее, люди голосуют за того, кому они поверят или кто им понравится. То есть, они все равно голосуют, и чем ниже уровень, тем больше имеет отношение, прямой связи человека с тем, за кого он голосует. То есть, за партию как таковую здесь голосовать не буду. Но Одесса большой город, возьмем, например, какой-нибудь город помельчий, южный, например, ну, маленький городок. То есть, там все друг друга знают, и в какой он партии не имеет никакого значения, как к нему относятся персонально. Так же самое, примерно, и в Одессе. Ну, с поправкой на то, что город больше в раз 10. Понятно. У нас осталось времени полминуты, поэтому за полминуты с технологической точки зрения, не с точки зрения, там, да, как мы говорим, что вот выбирать надо, исходя из своих убеждений, взглядов и всего остального. С технологической точки зрения, на что должны обращать внимание одесситы при проведении кем-либо избирательной кампании. То есть, ну, грубо говоря, если много бигбордов, значит, денег до утра. Ну, вот такие вот технологические советы ты можешь дать одесситам, для того, чтобы они лучше разбирались в том, что происходит во время избирательной кампании. Ну, я, если бы поставил бы себя на место простого одессита, я бы голосовал за того, за кандидата или партию, которая бы решала реально важные вопросы. То есть, если он потратил деньги на бигборд, или вот те же деньги он потратил там на покрасить скамейки, вкрутить лампочку, мне бы больше понравилось тот вкрутил лампочку, чем тот, который развесил много бигбордов или постоянно не слазит с телевизора. То есть, вот настолько циничная подходка. Естественно. Почему? Потому что, как бы, те люди, ну, вот что такое телевизор? Это хотят привлечь внимание к себе, да? Но кроме привлечения внимания, есть еще удержание внимания и формирование связи межличностной, доверия. То есть, если человек только говорит, но ничего не сделал реально для меня, я о нем знаю, я о нем слышал. Ну, как я могу ему доверять? А если я о нем не слышал, там висит маленькая его фотография на скамеечке, которую он покрасил. То есть, для меня это как-то больше говорит об этом человеке. Уважаемые телезрители, большой циник, толковый человек, консультант, мой хороший, ну, если не друг, то товарищ, вот, Сергей Филичкин, к вашему вниманию. Когда начнутся выборы, вы его здесь точно не увидите, а если вот еще до выборов мы успеем, то будем брать комментарии. Спасибо, Сережа, что нашел время. Спасибо. Прийти. Уважаемые телезрители, я с вами прощаюсь на сегодня, следующий эфир, после очень небольшой паузы с представителями киевской центральной власти. Оставайтесь, будет интересно. Я сейчас покритиковал. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok